Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! 33-летняя Евгения Ревелева – общественный волонтёр столичного штаба волонтёров. Может помочь старым людям, которым приходится во время пандемии оставаться дома. Женя приобретает медикаменты, продукты и гуляет с животными. Добрейшая душа! Однажды девушка выгуливала одну собаку и решила отвезти её к ветеринару из-за травмы. Там её ждал настоящий сюрприз. Я выгуливаю собаку одной из семей и заметила, что у неё врос коготь. Я записала её в ветеринарку, ведь поняла, что сама ей никак не помогу. Когда в поликлинике объяснила, что я лишь волонтёр и собака не моя, то нам всё сделали бесплатно. Хотя работы и было много. А в завершение ветеринар заявил, «Да ничего не надо платить, идите, благодарю вас». В данный момент Евгения трудится, как и почти все, на удалёнке. Она готовит онлайн-проекты, может помочь организовать курсы и вебинары, формирует веб-сайты и увлекается графическим дизайном. В свободное время женщина предпочитает рисовать, развиваться, исследовать что-нибудь совершенно новое. Много времени она уделяет собственной собаке и находит время для выгула воспитанника, престарелых владельцев, что живут рядом. Я делаю это всё по собственному желанию. Мне нравится помогать другим. Да и я сама же получаю плюс. Я в любой момент могу выйти из дома, чтобы погулять с собаками. Не у всех есть такая роскошь. Это милый приз, который я раньше бы так не ценила. Уже больше пяти лет Евгения волонтёр организации «Старость в радость». Совместно с другими волонтёрами женщина может помочь старикам, собирает им презенты, посылает открытки, помогает делать домашние дела. Очень мне нравится собирать подарки перед Рождеством. Это так трогательно, что ты имеешь возможность обрадовать бабушек и дедушек. И ещё я предпочитаю подписывать открытки. Хорошо, когда ты имеешь возможность составить для абсолютно незнакомого человека приятные строки, которые согреют его и заставят улыбнуться. «Многие хотели знать, почему девушка стала волонтёром. Она ведь занимается этим уже не один год. Я смотрел однажды на пару стариков и поняла, что хочу дарить им любовь и внимание. У множества из них есть родственники, но они все точно также довольно одиноки. Ведь те не хотят быть рядом, мне хотелось посодействовать им». Судя по словам девушки, заразиться она не боится, потому что полагается на личную невосприимчивость. В то же время Евгений осознаёт, что возможность инфицирования есть. Можно невзначай схватить микроб, в том числе и сидя всё время дома. От того же, что, к примеру, принесёт почтальон. «Я абсолютно уверена в своём иммунитете и не боюсь заразиться. Я не сильно воспринимаю ту панику, что разводят тут и там». С какими проблемами для вас приходится сталкиваться как волонтёру? Часто интересуется у девушки в микроблоге. Иногда не все знают, кто такой волонтёр. Основная масса людей считают, собственно, что волонтёр – это работник центра поддержки. И все мы получаем заработную плату. Вследствие этого кое-какие из тех, кому мы помогаем, относятся ко мне так, будто я им обязана. Трудности случаются и психические. Кое-каким людям охота помочь больше. Но иногда у тех людей есть родственники, которые могут им помочь, просто старикам того мало. А у некоторых тоже есть те же родственники, но они наоборот лишают стариков средств. Тут сложно. Женя желает людям меньше накручивать себя и быть более внимательными к родным. Как раз в данный момент возможно проводить с ними больше времени и уделять им больше внимания. Сейчас так время, когда всех сильно застопорили и приостановили. И как раз в данный момент можно взглянуть вглубь себя, вглубь собственных отношений с близкими. И научиться дорожить тем, что есть. Вероятность пить кофе днём, вероятность увидать распускающиеся почки на деревьях, услышать поющих птиц и это великолепно. Любое время нам дано для чего-то отличного, прекрасного, доброго. В случае, если кому-то в данный момент очень сложно, вспомните о том, что есть те, кому ещё сложнее и улыбнитесь. У вас точно есть то, что делает вас счастливым. Это есть у всех. И вправду, во всём возможно увидать что-нибудь хорошее, позитивное. В такие моменты людям нельзя унывать. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.